Приглашаю вас принять участие в перспективном, зарождающемся проекте с элементами РП в Майнкрафт-сервере Багиров Лэнд, основанном на трудах великого ученого Александра Сергеевича Багирова. Здесь вас ждут добрая, но справедливая администрация, активные игроки и проработанная история мира. Также не могу не упомянуть и про качественную генерацию с горными хребтами, озерами и болотами. Присоединяйтесь к данному серверу и начинайте играть уже сейчас. Все ссылки в описании. Большой привет Катины! И сегодня у нас вторая часть России с демократией, период как раз второй мировой. У нас октябрь 40-го года, мы с вами в прошлой части распались, восстановились, правда еще не все территории вернули, но более-менее окрепля. И проблема одна, немец имеет против нас цель войны. Пока он не нападал и вроде как мы держим рубежи, у нас тут перевес по войскам, и благодаря этому он не может раньше времени разорвать пакт о ненападении, но скоро он это сделает и нам будет с вами тяжко. За это время я постараюсь укрепить нашу армию, а также взять несколько фокусов на самую большую угрозу, организовать финский референдум, попытаться отжать земли у Румынии, если она все-таки нам отдаст Бессарабию, то это будет прекрасно. Ну и да, основная цель данного ролика и основная наша идея это разобраться с немцами и закончить данное подрево, где мы сами на Ближний Восток сходим и в Европе разберемся и попытаемся даже залететь на американцев. Спасибо вам за теплый прием прошлой части, надеюсь и эту также поддержите своими лайками и комментами. Если вам зайдет, то я в будущем сделаю другие направления, здесь очень много путей. Я на стриме, конечно, играл, но на стримах не все бывают, при том не все записи стримов сохранились, поэтому в роликах, думаю, для многих будет удобнее. Здесь есть демократия, здесь есть фашизм, реставрация царя, есть коммунизм, при том альтернатива коммунизму, есть также анархизм, очень много направлений, все они в целом неплохо сделаны и можно ими полюбоваться. Но это лишь планы, давайте погружаться в нынешний ролик и идти в самую большую угрозу. У нас много врагов и нам надо решить, кто из них в данный момент наиболее склонен свергнуть созданный нами новый порядок. Пройдет событие, самая большая угроза России. Желаю всем вам приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, надеюсь, насладитесь данным роликом. И да, заглядывайте по ссылкам в описании, в группу ВКонтакте, также в канал в Телеграме. В группе ВК выходят посты каждый день, а в Телеграме можно напрямую пообщаться как между собой, так и со мной. Там пока мало актива, но надо бы его набирать, так что залетайте. И у нас новая национальная территория. Все нормально. Еще с прошлой части у меня был вопрос, нет, все хорошо, национализация прошла, никаких повстанцев здесь не будет. А вот и выбор. Союзники не верят в истинную демократию. Бонусы против свободной Франции и Соединенного Королевства. Будь здесь американца, можно было бы взять, потому что битва с ними в будущем планируется. Но против Соединенного Королевства и свободной Франции брать бонусы, а зачем? Они и так угрозы не представляют. Фашисты. Это, кстати, хорошая идея. Немцы и итальянцы, они как раз на нас плохо смотрят. И скоро битва будет с ними, поэтому эти бонусы будут хороши. Ну и японцы. В целом, неплохо против японцев получить и Манчжурия бонусы, но в Манчжурии и так пробьется. Японцы не сильный враг. Самая большая проблема это его флот, а эти бонусы нам там не помогут, поэтому да, фашисты, враг, демократия. Это наш первый противник, основной, с которым надо будет разобраться. Но пока он на нас еще не идет, давайте попытаемся финский референдум сделать. Мало ли нам повезет и отдадут эти земли. У меня, кстати, как раз 48 дивизий подготовлено, так что сможем здесь покрасоваться и, возможно, вернуть свои северные земли. А вот разрывает немец пакт о ненападении в ноябре 40-го. И, видимо, пора готовить авиацию, ибо скоро начнется битва. Да, война началась. 21 ноября 40-го года немцы нападают на нас. Вот так вот пакт они соблюдают. Ага, что у нас по авиации? Германия нарушает пакт. Пока держимся. Враг начинает действовать, но авиации его не так уж и много, поэтому шансы есть удержаться. Атака на всей линии фронта. Самое неприятное будет вот здесь. Вот снабжения не хватает. Так как Бессарабия не наша, то, конечно, вот этого узла не хватает очень сильно. Все, Румыния тоже вступилась. Полномасштабные атаки на нас. Ух, ух, ух. Обеспечить безопасность румынской нефти тоже теперь недоступно. Хорошо, что, кстати, не стало ее брать, иначе бы мы потеряли эту возможность. Но, конечно, без Бессарабии грустно. Но при том, если бы немец не торопился с оправданием, пошел как по истории, то мы смогли бы забрать, скорее всего, Бессарабию и с финнами завершить. А сейчас мне почему-то кажется, что даже с финнами будет битва обычная, стандартная. Ибо если они не согласятся сейчас, то нам придется нападать на них, а они к кому уступятся? Правильно, к немцам. Так как мы с немцами сейчас как раз и сражаемся. Да. История, конечно, очень веселая. Но мне вот интересно, знаете что? А вот здесь вот, да, здесь мы можем вполне себе продавить. Все-таки получить землю Бессарабии вперед, Тухачевский вперед. Вот. Я очень, кстати, доволен, что Тухачевский остался по этому направлению. Он хороший фельдмаршал, реально. Высокие показатели на четвертом уровне. Притом он еще в легкую может прокачаться. Это нам идет в плюс. Притом, да, вражеское превосходство в воздухе дает о себе знать. Он немножко теряет из-за этого свои показатели. Но, правда, наша авиация тоже тает. 6 на 12, 6 на 13. Ух. Мне кажется, наша авиация, да, истощается очень сильно. Но должно хватить, должно, должно. Я чисто один регион держу, на другие не отвлекаюсь. Я очень верю, что он сюда тоже переправит немножко своих войск. И, о, Болгария, кстати, смотри-ка, решила не вступаться против нас. А было бы неплохо, если бы все-таки вступилась. У нас бы тогда границы здесь были поприятнее, но да ладно. Мы в очень удобный момент залетаем, потому что они отвлечены на Югославию. Они отвлечены немножко на Грецию. Нам благодаря этому проще. И, о, да, да, да. Отлично, красота. А на основном же фронте нас так и не продавили. Стоим, держим оборону. Все вполне себе хорошо. Покончить с немецкой угрозой тоже пропущено, к сожалению. Часть фокусов просто вышла. Но давайте чуть-чуть подождем пока. Хотя подожди, завивание Ближнего Востока разблокирует решение. Давай возьмем сейчас Ближневосточную дипломатию. Ну и что нам скажут финны? Ивен здесь или что? А, референдум принимают. Ну, они приняли. А что нам это дает? Не, ну они приняли. Это прекрасно. А что нам дальше от этого? Давайте подождем. Надеюсь, это так. Да, смотри. Победа на референдуме. Отлично. А, мы возвращаем. А, подожди, не только... О-о-о-о. Я думал, нам отдадут только Карелию. Но нам еще и Финляндию полностью передали. Нормально так. Нормально. Финны все-таки решили к нам уйти. Ладно. Я ничего против не имею. Вдобавок к этому мы сейчас с вами можем вот здесь вот атаку начать. Из Норвегии попытаться немца выдвинуть. Давай, вперед. Ну и по стартовой ситуации все нормально. Смотри, шесть тысяч. Немец уже потерял. 900 почти, вау Венгрия тут 27 потеряла 30 тысяч Румыния Нормально, потери пока В нашу пользу Единственный вопрос по авиации Тоже все нормально Мы почти всю немецкую авиацию, которая здесь против нас Действовала, выбили Немножко пробую на прочность немцев Ох, протесты небольшие Я хочу здесь их сейчас попытаться Закрыть под Литвой Это очень хорошее дело Возможность, давайте воспользуемся Можно, конечно, через одну территорию попытаться пробиться Но я хочу все-таки Побольше себе здесь шансов заиметь С двух направлений начать атаку Во, нормально, на контратаке ловим Ближневосточная неприятность выполнена И что здесь за фокусы Так, мы можем отправлять с вами события Чтобы они сдали свой суверенитет Афганистану, Турции, Ираны И просить земли Как раз у Виши, у Соединенного Королевства Ну, а давайте Попытаемся у Виши запросить За это время я, наверное, еще наклепаю армию Отведу тогда на Иран, Афганистан и Турцию Мало ли, они согласятся Это будет хорошим делом Попробуем Ну и давайте, пока мы тут вместе сражаемся против фашистов Попытаемся выкупить Аляску Вроде как американцы могут на это согласиться Так что давайте поверим Ух ты, финские повстанцы формируются Ну да, для нас проблем реально больше, чем выгод Вроде как согласились, но не все все-таки согласны на такое дело И да, повстанцы раз за разом будут теперь появляться И Финляндию успокоить будет сложным делом Но поверим в то, что мы сможем этого добиться Со всех направлений В атаку, в атаку, в атаку Прям Ух И подожди, серьезно? Воу А нам Виши уступила территория? Русская Сирия, да здравствует Если так подумать, я этому удивлен Они все-таки согласились нам отдать здесь территорию Ну, спасибо Британцы Ну, конечно, Ближний Восток А подожди, они все зачистили? Ну да, тогда британцы, давайте Мы тоже демократы Мы вообще в хороших отношениях Я верю, что вы согласитесь на такой расклад Давайте Че, не родные, что ли? Не свои У нас вообще старые империи плюс отношения Поэтому вы должны за нас заступиться В сторону Америки Тоже верю, что американцы пойдут навстречу Ну и пока здесь дальше ничего не доступно Давайте двинемся обратно к реформе армии К тяжелой промышленности Получать фабрики, военные заводы Это то, что нам нужно Мы американцы Эх, думал от них ивент, но там финские повстанцы А, смотри, соглашаются Аляска Наша Вау, какая же это красота Мы и Аляску смогли выкупить Да, конечно, нам теперь На 210 дней 10% фабрик отдавать Но мы вернули Аляску Вот оно Истинное достижение демократии Хе-хе-хе-хе-хе Я, кажется, на это внимание не обращал А меня здесь Да Ладно, ладно Это весело Я больше удивлен, что они здесь Не продлили линию И решили, что Да не, и так сойдет Вы че? Зачем париться Спасибо Ух, какая красота Ну давай возвращать сюда войска А то как-то, знаешь ли Нас внезначай начали пробивать Отбиваем здесь румынские войска Их немного, к счастью Но ситуация Ладно, вроде как атака пошла Врага задерживаем Вообще, можно было бы по красоте здесь сейчас сыграть Че и котлы сделать Но у меня вот эти вот армии здесь страдают Их надо срочно освобождать Давай вперед Да уж, на свою голову здесь сотворил красоту Ничего не скажешь Сколько они, кстати, потеряли? 400 тысяч почти А здесь? Да Здесь, к сожалению Мой план Капкан не удался Немец укрепил Но ничего Мне пока бы с Румынией разобраться А британцы, кстати, вопрос Они нам не отдали земли, выходят? А! Спасибо Во! Что? Серьезно? Они нам не просто передали вот здесь вот территорию Они весь Египет нам отдали Вау Египет Здесь еще территория Да вы просто посмотрите на это Вау 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 Мы теперь контролируем советские каналы Это, между прочим, очень хорошее дело Нам тут еще по 50 подчинений отдали Во всех регионах, кстати, британских Нормально Теперь мы можем на Оман, на Йемен влиять Вау Я просто удивлен этому раскладу И не более того Ну давайте теперь на Иран попробуем Я даже поулучшаю отношения под такое дело Но это, конечно, жирно Не, это реально жирно Слишком много дают Без особых проблем И это даже немного странно Но раз дают, что жаловаться Берем и все И, кстати, да, у нас очень хорошо прокачаны Солдаты на фронте с немцами Здесь очень много бонусов Давайте потратим Весь наш командный ресурс на это дело Я думаю, оно того стоит Ну и да Немец продолжает атаковать Я продолжаю бронять небо Все хорошо Все как и должно быть О, повстанцы финские были остановлены Карелия, Сава, Пицама Национальными считаются А в других и подчинениях О, хорош То есть нам зационализировали Вот эти вот три территории, да Так и остальные еще Подчинение себе приподняли Нормально ей, да Легионерская Румыния В очередной раз капитулирует Знаете, знаете, это весело Раз за разом ее капитулировать Она раз за разом страдает Мы раз за разом к ней приходим Такие, давай-давай к нам Опять к нам Да, вроде как шансы есть Мы сейчас скорее всего сможем это реализовать Отлично, сюда, сдерживай Ииии Котел готов Да, отлично, все Мы сделали наконец-то здесь котел О котором я долго мечтал Которому я долго шел Мы его реализовали Ну и давайте сразу же Вот сюда вот цель И вперед Я думаю, наша армия способна начать Полномасштабную атаку еще и на этом фронте О, прошу, как, кстати, в Грецию даже вышли Молодцы Здесь сейчас дивизии 20 Целая армия, получается, немецкая сейчас падет На землях Литвы В свое время не отдали нам вот на свою голову А отдали бы и не было бы проблем Вот так вот Надо было поделиться, не жадничать И вы бы не попали в такой неприятный котел О, Ирак отказывается от нашего ультиматума Вот это, кстати, неприятно Но вопрос, гарантии вроде ни от кого нет Давайте войска размещу А, я на Ирак получил Тьфу ты Я перепутал Цель-то совсем на другую страну И, кстати, здесь полно вражеского флота Ладно, давайте тогда на Иран еще получим И за это время как раз сведем новую армию Потом посмотрим Может быть на Ирак Придем через Иран Претензия у нас вроде как неистекаемая Отлично Бои за Кёнисберг В июле 41-го Освобождение Варшавы уже Вау Стоило пойти в атаку, как все Немец уже потерял основные свои рубежи Так, кстати, как я вижу Тухачевскому пора остановиться Здесь уже прорыва особого нет Очень много гор Я думаю, стоит сохранить своих солдат все-таки Он и так отлег Здесь немаловость Ну и да, здесь против Каждых наших трех-четырех дивизий По 6-10 стоит Не, ну, здесь надо Да, постоять Пусть он отвлекает войска В то время как на основном фронте Мы уверенно идем вперед Почти не встречая никакого сопротивления Мы такими темпами сможем И в 41-м до Берлина дойти Да, да, сможем Интересно или нет Не, ну, просто пока Все к этому как раз и идет Потому что Данцик в котел Отлично Здесь идем к Берлину Он очень много войск свел сюда На Балкана И, естественно, на основном фронте Вы видите, какие здесь убитые войска Зря он в свое время против нас Здесь сливал, сливал, сливал солдат Такими темпами мы сейчас сможем И в Будапешт прорваться И в Братиславу захватить И до Берлина добраться Страны Ближнего Востока Формируют коалицию против нас О, а это, кстати, неплохо А знаете почему? А потому что мы потом можем Разово на них напасть И всех забрать Хм Ладно Я только за Видимо Иран тоже отказался от А, да У нас теперь просто разбить коалицию Не, подождите Сейчас это будет сложновато Мы не будем с этим рисковать Но идея, кстати, прикольная То есть они теперь объединены И в будущем мы можем спокойно на них напасть Тогда я пока их трогать не буду Ну а зачем нам это надо? А потом спокойненько сходим И заберем все под себя Как разберемся с немцами У нас как раз войска обучатся Освободятся И все будет хорошо Мне так нравится, что я прорываюсь к Берлину А они вместо того, чтобы туда войска отвезти Зачем-то меня пытаются под Софию Прибивать своей армадой Логика Ишки, конечно, порой выходит из чата К концу сентября 41-го Освободили Данию Уже, смотри, дошли почти до Франкфурта Нюрнберг забираем Но немец еще держится То есть у него еще есть Вена У него есть Мюнхен, Штутгарт Здесь еще до Вены, знаешь ли, надо добраться Но ситуация, сами видите, какая Ось уже не та Жалко, что я, конечно, до итальянцев Доберусь в конце Но если нам повезет И там сделается марионетка То будет, кстати, интересно При таком раскладе мы сможем Италию еще дешевле забрать Великая Венгрия Давайте еще постараемся здесь Бенилюкс освободить Ведь тогда он нам будет доступен на мирной конференции И мы сможем здесь неплохо так поживиться Да, да, да Ну вы это видите Как нас спокойненько так пускают в Гагу, в Амстердам, в Роттердам Кстати, Люксембург Давайте до Люксембурга дойдем Попытаемся его себе забрать Ну не сдерживай меня, пожалуйста Дай мне Люксембург Еее Все, Люксембург взял Это точно победа Ну Люкс же это прям символ нашего канала Бои за Вену, кстати, идут И я думаю, Францию мы, конечно, не заберем себе как таковую Можно, конечно, попытаться Но давайте уж не будем с этим останавливать атаку ради этого Не, мы по-честному прям по прямой атаке Без лишнего ручного управления Все, победили Да, Бельгия осталась Нидерла Вот это вот обидно Вот в одной правке Нидерланды Ладно, нам теперь надо Италию капитулировать И будет победа В ноябре 41-го уже захватили Венецию Ну и посмотрите, как уверенно идет наш прорыв Здесь бы надо, кстати, забрать побольше территорий Фиума продвинуться Я не знаю, работает ли в этом моде свержение Муссолини Но надеюсь, что оно тоже есть Самое неприятное, конечно, что свободная Франция объединилась как раз таки с Виши Получила все ее дивизии И благодаря этому может итальянцев атаковать Вклад сейчас тут набьет, территорию заберет Но ничего, я думаю, мы все-таки раньше все это сделаем И прикроем все земли Ну и да, Италия Да, все, отлично, отлично Муссолини свергли И сейчас, получается, должен стать вассал Вассальная Италия Которая перейдет под наш вассалитет Отлично, давайте передаем ей территорию Наш нейтральный вассал Который обычный Он не будет освобождаться даже несмотря на то, что демократ И нам теперь лишь надо помочь им победить Разрываем, смотри, как итальянцев И такими темпами О, у нас, кстати, рекрутов нет Вот это небольшая такая, знаешь ли, проблемка Подожди Серьезно, рекрутов больше нет Эх 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 130 тысяч Все-таки потери большие Да, в миллион солдат Но мы здесь почти прорвались И у Италии остается 10% Да, нам придет все-таки в Палермо идти Капитуляция раньше этого не будет Но, скорее всего, нас в Мессине сейчас задержат А, не, подожди, всего одна дивизия Хм Тогда вряд ли он это сможет сделать Притом еще сейчас подкрепы идут Хорошо Сейчас будет капитуляция итальянцев В декабре 41-го И тем самым должен быть мир А, не, Болгария стала великой державой на время О, да Ну ладно Ее здесь надолго тоже не хватит Все, это победа Мы в декабре 41-го разгромили ось По сути почти в одиночку Захватили все основные земли И нам дают, да, замириться, смотри С Бенилюксом, с Норвегией, с Данией Со всеми Балканами Красота Давайте делать мир И да, здравствует мир Очень интересные и своеобразные Но смотрите на нашу сферу влияния По большей части мы все забрали себе Не считая того, что здесь союзники Албанию решили освободить Влезть и сделать себе Сербию вассалом Югославию вассалом Нашей же Югославии мало Италию я чуть расширил Ну и да, здесь русская оккупационная зона в Германии Бенилюкс наш Здесь тоже земли наши Я понимаю, что невыгодно их делать вассалами Потому что они со временем особоятся Так как это демократическое подконтрольное государство Которое вырастет и станет свободным Этого, к сожалению, не избежать Но для отыгрыша я их сделал Пусть будут Единственный нормальный вассал это Италия И да, можно было для красоты вообще все итальянцам передавать Либо же самому себе забрать И тогда бы никаких восстаний Никаких потом освобождений Все было бы нашим Вся промка переходила бы нам Но мы все-таки мирная демократическая держава Поэтому отыгрываем именно через мир Через создание демократических вассалов Ну и давайте теперь для красоты завершим свои походы И сходим все-таки на Турцию с Ираном Надо бы здесь навести красоту И разрушить последний вражеский оплот У нас есть решения какие-то на вассалов Давайте начнем Мне просто интересно, что это такое И что нам это дает Кстати, смотри-ка Руководство А, у нас еще руководство То есть Россия всем вассалам дает То есть они будут дольше от нас освобождаться О, а это прикольно Не зря тогда вассалами дело Так двойной бонус получаем Прекрасно Скандал Бомба Человек Позиция Ну давай политический скандал А зачем нам это надо? Мы типа так против... Точнее Лидеров меняем Да, мы так можем менять лидеров в этих странах Российская марионетка Смотри Ежедневный прирост автономии Минус 0,1 Жаль, что это сильно все равно не влияет Немцы освобождаются Хоть и медленнее других Но они будут освобождаться И получается мы везде можем, да? Насадить своих марионеток Звучит прикольно Но... Сильно это не перебьет, конечно Влияние Ну давайте Посадим здесь своих людей Чтоб они подольше сохранили наш контроль над этими странами Войска вроде прибыли Давайте запускать Разрушение коалиции Разберемся с ней Здесь армия уже на местах Здесь тоже сейчас почти приплыли Здесь тоже армия готова Ух, будет великий бой Конечно, жалко, что подреофокусов нам не дают Забрать Прибалтику Но у нас зато открывается дальнейшее направление Где мы можем ультиматум Франции отправить И возродить русскую Америку Мы получаем здесь, делаем вассала И потом попытаемся ему новые территории сделать Хм... Ну давайте сделаем Только сначала закончим фокус на ЖД-дороге Наконец-таки избавившись от этого модификатора Так, ну что, у нас готов модификатор Да, цели против всех стран получены Ну давайте нападать Потихонечку Развлекаться на все страны Сейчас напряга мировая, конечно, подрастет Но вот вопрос Здесь стоит аннексия То есть все эти регионы Мы должны забрать Поэтому без всяких вопросов Я все это заберу Начинаем продвижение Со всех сторон давим Самый грозный противник, который здесь есть Это Турция Но учитывая то, что у нас уже чистое преимущество по войскам Думаю, бояться ее не стоит Кстати, Болгария, не хочешь к битве? Я думаю, хочешь Вперед Отсюда тоже начнем И, ох, Иран лидерство перенял Ладно, может быть, самое опасное еще и Иран Раз смог лидерство перенять под себя Но мы здесь уже выходим Стамбул И, о, нам, кстати, повезло со сменой лидера Прекрасно Тоже наша марионетка И все-таки решения повторяются То есть опять открылся именуил Опять появилась Германия Нам будут давать шансы Заменить лидера раз или навсегда Ну и митя же в армии Ох, спасибо 45% ведь, совсем чуть-чуть Но армия чуть-чуть недовольна Хочет отдохнуть Ничего, потерпи С Турцией уже почти разобрались Вы просто посмотрите на это Все-таки они распределили свою армию очень сильно И из-за этого страдают Ну да, здесь единственная великая держава А, подожди, Иран и Ирак Даже Турция великая не являются Что-то как-то это Немножко, наверное, обидно Турции сейчас За то, что ее даже великой державой не считают Возродили русскую Америку У нас тут теперь вассал Притом уникальная Смотрите, русская администрация 10% всего получаем Излишки для метрополия Расходы на торговлю меньше И можем вести строительство Давайте следующим же фокусом Получим новые претензии И национальный дух На ресурсы И решения на расширение Я так понимаю, мы либо будем получать цели Либо какие-то возможности на то, чтобы договориться И также купить, возможно, Канаду Или часть земель В общем, скоро заценим Что же нам такое там напридумывали Ура! Это будет победа Да Все земли наши Забираем, так как это цель Захват Хотя вот мировой напряги будет много Но что поделать Подтверждаем и выходим И посмотрите просто Ради чего мы сражаемся Спасибо Сколько территорий Просто полный контроль Над этими землями Ну и стопроцентная напряга С нашей стороны Демократы нас просто ненавидят Но ничего Потерпят Мы же сами, да Получили огромнейшее количество территорий И самое важное Константинополь Официально стал Константинополем Обратно Весь лед Принадлежит Родине Что у нас тут за модификатор Теперь? Мы можем Прирост народа сделать У себя убрать А ссылать людей Получается В Аляску Ну давай Следующий у нас что? Как только она будет Эмиграцией владеть Мы сможем ее убрать Дальше объявить Великую Аляску Здесь Исландия принадлежит Или подконтрольно Нам Исландия Будет развиваться Гренландия Лабрадор Север Квебака Ага То есть По сути нам все Теперь нужны Канадские территории Также нужна Территория Русской Дании Жалко что А Арктики А я могу передать ее? Я не могу вернуть Потому что это другой Мой вассал Эх Вот знал бы я Что эти земли Прям понадобятся Понадобятся Заранее Я бы тогда не делал Данию вассалом Ну ладно Видимо придется Потом каким-то образом Все это забирать себе Давайте Следом заценим Как раз господство На Ближнем Востоке Может быть нам тут Дадут национализацию Или А формирование своих Особых марионеток О Давайте Это сделаем Надеюсь что они здесь будут Красивыми Хотя и сейчас на самом деле Границы меня радуют Вот если только вот эту территорию вернуть И вообще была бы красота Давайте заценим решение А с 16 сразу же Ох-ох-ох Сколько здесь формирований Персия Вавилон Ассирия Месопотамия Но нам тут сообщают Что нам надо выбрать что-то одно Иначе мы не сможем создать Вот эти вот страны Как раз Анатолия Курдистан Великая Зона Суэцкого канала Как раз Королевство Египет Ну давай начнем С Суэцкой зоны Суэцкий канал Отлично Египет Ай Поверх наложились Как обидно Немножко тогда грустно Вот эту вот территорию Будет тогда тоже передать Египту Александрию Было бы нормально То есть решение Как-то по веру друг в друга Некоторые пересекаемые Некоторые нет Единственный вопрос Какого типа вассала Уникальные для нас О Это прекрасно Получается они не будут Освобождаться Из-под нашего вассалитета Ноль из нуля Они даже нам дают Гражданку и военку Скорость строительства Притом имеет плюсом Я тогда думаю Имеет смысл Побольше вассалов делать Давайте здесь Месопотамию сделаем Во Большого Сильного вассала Все-таки Зачем нам дробить На кучу мелких Здесь Арабия Давай Чисто так побережье Под себя забирает Я думаю Анатолию Сделаем просто Единой У меня больше вопрос Отдастся ли тогда Константинополь Надеюсь что нет На крайний случай Что Аня Не отдается Все Хотел сказать Подправим сами Но я бы тогда Едерны себе тоже оставил Хотелось бы Чтобы здесь прям Полный контроль Ну ладно Хотя бы Константинополь Оставляю это на том Спасибо Дальше Создание Персия И здесь вроде уже Да Эти не взаимоисключающие То есть их можно Все создавать Создается Республиканская Персия Демократическая Еще один вассал Давайте Курдистан В трех территориях Недж Либо же Хеджаз Ну давай Недж И Хеджаз Да все Вот так вот территории Здесь распределяются Удивительно тогда Что здесь немножко По одной провинции Не очень красиво Потому что все остальные Вассалы сделаны В целом логично И не сильно пересекаются В итоге куча наших вассалов Со своим древом Стандартным Конечно Но все-таки древом Где они смогут промышленность раскачать Да и Сами будут руководить Этими территориями Дали нам намного больше промышленности Смотри Благодаря тому что они вассалы Да и нам это все защищать В будущем не нужно Прикольно Очень радует Что такое здесь сделано Ну и получается Нам осталось еще один фокус Заценить Уникальное по данному направлению И попытаться надавить на французов Давайте узнаем что они нам скажут По поводу же решения На советский канал То мы их можем закрыть Для определенных стран То есть чтобы кто-то Здесь не мог Плавать Ультиматум Франции готов Дожидаемся от нее ответа Аааа Достаточно союза с ними Контролировать их политику Хммм Хмм Ну союз Я вот не знаю Может быть здесь делать с охранкой Попытаться и то и то Просто вассалитет Это классно Но они не то что откажут Я боюсь это сломается из-за войны с японцами Притом любое из решений Давайте здесь делаю с охранку А там уже посмотрим На оба варианта Давай контролировать их политику Что они на это ответят Принимают Отлично Ааа Все нормально Они освободились И Перестали воевать с японцами Нет Тогда нормально Я доволен первым решением Я даже на другие переходить не буду Ну второе смотреть Он притом становится нормальным Вассалом Он не может объявлять войны Конечно И мы его вроде как Не можем перевести в другой уровень Но Он вассал Который просто позволяет нам Чуть лучше закупаться И все То есть получается Это союзник Но чуть-чуть Ужатый Не обладающий своей внешней дипломатией А это неплохо Франция теперь тоже с нами И посмотрите просто На нашу сферу влияния Да Российская Антанта Нормально так К августу 42 Мы всю Европу Под себя почти забрали Из-за исключения У небольших островков Демократов Противоборствующих нам Также мы можем В будущем разобраться С Франко Вполне себе легко Выйти в Португалию Чтоб потом Гибралтар могли быстро Закрыть И Средиземное море Полностью прикрыть Для британцев Хотя там британцев Уже и так почти нет Они контроля там Особого не имеют Все основные фокусы Выходят у нас сделаны Единственное Что мы теперь Смотри Можем влиять на Францию Застраивать ее Влияние как раз Получать И благодаря этому Мы сможем Снизить ее уровень Да превратить В нашу марионетку И получать с нее Фабрики Военные заводы То есть влиять на Францию Нам можно Мы ее будем поддерживать И превращать все больше Больше вассала Прикольная кстати система Но по фокусам По данному именно направлению А не по общему У нас все закончилось У нас единственное Что осталось Это уникальные решения Где нам надо Весь лед Нам отдать То есть Постражаться со всеми Союзниками И не только с ними Даже со своим Вассалом Дождаться пока он Освободится С Исландией Ну и заодно С японцами То есть цели еще есть Если вам интересно И вы наберете здесь Вот за Дня 3 давайте 3000 лайков 300 комментов И просмотров Хотя бы 40 тысяч То я продолжу И доведу эту партию Уже до финалочки Своеобразным покрасом Всех северных территорий Которые нам нужны Францию вам покажу До конца Ну и просто Общее древо Которое у нас тут Тоже особо не прокачано Смогу вам показать Здесь и развитие армии Здесь и развитие Промышленности Завершение пятилетки Советское влияние Все эти фокусы Нам тоже доступны Я могу вам поподробнее Их показать А так Это победы России Реально хорошие Границы Мощные Союзники И васалы Пускай центральная Европа Да со временем отвалится Но остается Франция Остается Италия Притом отваливаться Они будут очень долго Вы видите Насколько они освободились За это время Им еще тут Несколько лет А за это время Можно укрепиться Еще сильнее И не переживать И конечно же Мне порадовало Конфликт на Ближнем Востоке То как мы здесь Получили кучу территорий И это очень классно Спасибо за просмотр Надеюсь поддержите Данный ролик Своим лайком Оставляйте комменты Ну и до скорых встреч В новых видео Надолго Не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok